В 2022 году большая часть автомобильных брендов ушла с российского рынка и вроде бы должен ощущаться острый дефицит машин, но все оказалось гораздо прозаичнее. На рынок пришел китайский производитель и в дело включился параллельный импорт. Как на деле он работает в Твери, в чем особенность ввозимых в обход санкций иномарок и насколько выше стала стоимость продукции, приценился наш корреспондент. Недружественные страны в 2022 году ввели запреты на поставку в Россию автомобилей и запчастей, а также свернули производство на территории нашей страны. Так ушли с рынка европейские и японские бренды, продукция которых пользовалась спросом. Однако свято место пусто не бывает. Уже летом дилеры представили россиянам новые азиатские бренды. На сегодняшний день российский рынок активно пополняется китайскими брендами. Сегодня их можно купить в том числе и в Твери. Здесь на любой вкус и кошелек, и седаны, и кроссоверы, и внедорожники цена начинается примерно от 2 миллионов рублей. Китайские машины выросли в качестве, да и в стоимости. Но ценник на них все же ниже, чем у конкурентов. Однако полностью исключить из продаж хорошо знакомых японцев и европейцев сложно. Есть клиенты, ориентированные на определенный бренд. Так в ответ на санкции был разработан порядок параллельного импорта. Воз продукции через третьи страны. В его рамках ждет новую партию японских авто, один из тверских автосалонов. Параллельный импорт – это не просто отношение между дилером и заводом-производителем. Это отношение между заводом-производителем, вторым лицом, который участвует здесь, в числе как перевозчик. Ну и, собственно, мы как получатель финального продукта. Объемы поставок завода-производителя и объемы поставок параллельного импорта – это немного разные вещи. Естественно, объемы будут несколько меньше. Самый главный риск для дилера – нарваться на недобросовестного партнера. Но это, пожалуй, исключение из правил. Как говорят российские автоэксперты, машины из Европы попадают в Россию, например, через Иран или тот же Китай. Но есть некоторые нюансы. Мы не можем привезти, допустим, японские автомобили, так как они адаптированы под свой рынок. Это правый руль и так далее. Всегда стараемся выбрать тот продукт, который максимально подходит под европейские стандарты. В любом автомобиле, привезенном параллельным импортом, есть определенные нюансы. В 90% случаев это только программное обеспечение. То есть элементарный магнитолу, который отсутствует русский язык. Поэтому дилерский центр заботится просто о элементарной перепрошивке головной системы. Гарантии от производителя никто не обещает, но все обязательства берет на себя в этом случае дилер. Что касаемо центу, продавцы, безусловно, свой процент определят. Но завышать их не планируют, иначе невыгодно. А бьет ли по карману владение автомобилем жителей Твери? С какими трудностями столкнулись в ушедшем году? Я только недавно купил. Подъемно, конечно, но невыгодно. Почему? Ну потому что парковки платные, бензин дорогой. Обслуживать и в принципе в целом, то есть как бы сейчас поменять машину, мне кажется, горячка. Очень надеюсь на то, что параллельный импорт как-то поможет нам в плане запчастей, которые сейчас. Я просто лично на ТО на последнюю ждала 4 недели расходники. Я в центре живу. У меня специфические проблемы. У меня гаража нет, поставить некуда. Очень дорого. Это связано вообще с тем, что происходит у нас в стране и в мире. Отечественные очень завышенные цены, я бы сказал. Если параллельный импорт завозить, рынок наполнится. Поэтому я считаю, что по идее должно быть чуть меньше, наверное. Количество компаний, занимающихся параллельным импортом автомобилей и запчастей, за прошлый год существенно выросло. При этом один из главных рисков начавшиеся в конце 2022 года – ослабление курса рубля, говорят российские эксперты. Стоимость параллельных машин для поставщиков номинирована в валюте. А учитывая, что от заказа до получения автомобиля в России с полным пакетом документов проходит несколько месяцев, его стоимость в рублях может увеличиться. Впрочем, постепенно на рынок начинают выходить современные отечественные легковушки. Ну а насколько они будут конкурентно способны и востребованы, покажет время.